здравствуйте хочу поздравить всех россиян с днем россии этот надеюсь великий праздник будет праздник праздноваться последний раз какие многие граждане украины тоже так считают желаю чтобы все получили россияне как их считают 148 миллионов чтобы все получили эту часть денег которую путин собирал все эти 23 года или даже чуть больше так как он правил еще больше при ельцине еще это около 1 триллиона долларов все цены будут долларах никаких деревянных рублей никаких этих фенингов и прочих только твердая валюта и зеленая до невозможности я сделал простой подсчет самый примитивный что вот на армию рф было потрачено где-то триллион так было написано по документам я посчитал что если разделить на 148 миллионов это получается приблизительно 6 миллиардов долларов а там с копейками несколько еще миллионов это не важно важно то что эти деньги были потрачены и на что на вторую армию мира хотя их можно было просто бы раздать каждому гражданину рф вы скажете что вот там это будет плохо сказываться для экономики экономики уже нет уже больше года его как нет и последние восемь лет она постепенно ухудшалась всем известна причина это какие-то непонятные инсинуации этого самого вождя всего мирового рублевки все рублевки который вдруг чего-то там себе возомнил ну возомнил он то возомнил но деньги то были потрачены надо было их как нибудь отрабатывать и вот эта вторая армия мира становится второй армии в украине а с недавних пор где-то с середины мая это вторая армия белгородщины я считаю что все россияне должны были быть миллиардерами минимум 6 миллиардов у каждого должно было быть миллиард это тысяча миллионов если так по простому почему я так считаю потому что принципе можно было бы просто раздать эти деньги каждому гражданину с дополнительным указанием создать свою чвк и вот было бы сто сорок восемь миллионов чвк то есть это наемных армий небольших вот со всего мира и значит армия от 10 человек 148 миллионов умножить на 10 это уже будет очень много дам даже просто с автоматами поставить и все и никто бы не ринулся на рф но вот так вот случилось что эти деньги россиянам оказались не нужны чем я вас и поздравляю по моим скромным подсчетам тоже весьма приблизительным путин за свое правление всем россиянам должен был выплатить за эти 23 года 23 миллиарда приблизительно по миллиарду вот скажет скажете что это очень очень много что-то нереально экономика рухнет но вот сейчас вот сейчас экономика рухнула работает кое-как но работает за счет чего за счет того что какие-то там санкции что-то давят это все приходится перекупать за большие деньги тратить и все такое но опять же можно было бы сделать обычный закон который обязывал каждого гражданина создать какое-нибудь свое предприятие на территории той же самой рф каком-нибудь там регионе самым-самым упадочным самым затурканным и затюканным самым плохом регионе все это возможно было сделать но но что мы видим дальше московского кольца дальше питера где-то за границами этих отдельных отдельных народных республик допустим в москве есть рублевская народная республика они так себя и назвали у них больше всего рублей вот каждый гражданин должен был рф ну я не знаю по каким там критериям можно было померить там сколько-то лет только родился гражданин или сколько-то лет прожил неважно вот у вас у всех должны были быть эти самые деньги и тут за какие-то копейки за две тысячи долларов каких-то вы представляете миллиарды долларов у каждого гражданина рф должны быть сейчас ну по крайней мере в банке на счету и тут за какие-то две тысячи долларов собирают армии для того чтобы идти воевать в Украину ну какой в этом смысл скажите получать какие-то две тысячи долларов на руки единоразовый платеж чтобы пойти и попрощаться с жизнью скажу больше что все кто побывал в Украине с оружием в руках МЧС России вот они что недавно учудили просто запретили людям эвакуироваться МЧС запретила людям эвакуироваться вы представляете что это такое ну это террористическая организация они просто взяли в заложники тех людей которые остались на левом берегу после взрыва дамбы именно дамбу подорвали она не сама потекла она там не старая она там не это там запас прочности на тысячи лет вперед и тут вдруг она взрывается в самый интересный момент когда Украина начинает наступать очень-очень странно да ну скажем так когда я узнал что РФ получает ренту миллиард долларов США в день на продаже нефти только на западе я не считаю там Китай Индию еще какие-то страны я этого все не считаю вот только Европу чисто с ренты то что должен иметь каждый гражданин РФ это его законная добыча вот эта рента добыча полезных ископаемых это только с газой нефти я не считаю золото там бриллианты всякая фигня там железо прочие там всевозможные алюминий алюминий без разницы дерево там это все мелочи это все такое несчастное просто на этом могла бы жить экономика чисто там государство но вот с газой нефти только или только с газа я вот точно не помню но достаточно 1 миллиард в день то есть 365 дней это 365 миллиардов чисто прибыли без всяких там расходов доходов уплаты налогов и прочее чистая прибыль и это в военное время когда вот запад наложил кучу санкций и все прочее 365 а граждан 148 миллионов 365 миллиардов и вот вам за год вот вам обычные цены самые обыкновенные вот можете сами пересчитать сколько было потрачено денег куда все эти деньги делись а я вам сейчас скажу это вот взять товарищ шредер который уничтожитель бумаг вот он на уничтожал на золотой парашют может там я не знаю там с чего он строит из не золота с платины с чего он там может построить себе дом ангела меркель шарль как там его в общем французский президент предыдущий не помню ну в общем итальянский этот мафиози который был премьером вот такие вот то там чуть-чуть то сям чуть-чуть то депутатам европарламента занесли то депутатам фрг занесли то партии зеленых или движений зеленых я же не знаю какие они там зеленые или в общем капусту они точно гребли именно российскую ну как и сейчас они до сих пор гребут эти деньги все эти деньги потрачены на взятки вот допустим взять зятя путина медведчука он он должен был организовать оппозицию вооруженную так называемую пятую колонну в общем там четыре колонны двигаются на Киев а пятая внутри Киева чух всех розетта ну и что в итоге Киеву таки взяли да и он выступает Илья Киева сейчас выступает на телевидении РФ чем он там занимается еще я не знаю но вот как президент это вот считайте себе вот такой себе кукурузный батька будет ваш вот если Путин друг захочет кого-то сменить он сменит на Киеву и будет весело будет не скучно значит Илья Киева заработал денег он зарабатывал на том что брал российские деньги за что его тут начали осуждать и за что его приговорили я уже не помню там к чему это не важно важно то что он брал российские деньги те самые которые принадлежат всем гражданам РФ с прибыли продажи ренты ренты всех земельных ресурсов и потратил их на то чтобы вооружить армию где эта армия может там человек 30 было или сколько я не знаю все они потом разбежались кто-то за границу как Илья Киева сначала куда-то там полетел в Париж а потом уже в РФ кто-то остался но вот такого яркого сопротивления не было Янукович брал больших количествах эти самые деньги то есть РФ развивала коррупцию в Украине зачем ну зачем ее развивать чтобы разорить вот просто чтобы разорить Украину и все на этом все заканчивается то есть все претензии к Украине только потому что Украина живет лучше чем РФ неправда неправда ну докажите обратное вот показывают Якунск туалеты на улице ну песец какой-то многие скажут что например Российская Федерация это место где нужно много топлива потому что зима холодная все замерзают и что у вас нет Краснодара Краснодар не замерзает зимой там даже бывают плюсовые температуры в январе и феврале если у нас бывают то там еще южнее и там ну вообще не знаю в Сочи так вообще и что они что живут намного лучше чем допустим тот же Красноярск Краснодар Красноярск в принципе две два антагонизма с одной с одним и тем же названием на К я бы так не сказал там плохо живут и там плохо живут на самолетах на работу не летают на скутерах или яхтах таких как Усманова не плавают вот допустим если бы у всех граждан Краснодара была такая же яхта ну допустим ну или чуть поменьше линкора или там какой-то авианосец или несущий крейсер у каждого гражданина допустим было бы я бы сказал да Краснодар Краснодарский край живет лучше чем Красноярск у них нет этого этих авианосцев они не плавают себе на работу на вот этих вот судах так они пешком там ходят ноги так что если брать вот страну которая живет за полярным кругом и у которой самая холодная зима это Финляндия это даже не Канада в Канаде есть провинции где довольно таки тепло а вот в Финляндии она вся холодная зимой и что они живут хуже чем в Питере да лучше они живут чем в Питере вот таким вот образом потрачены деньги то есть деньги потрачены неизвестно куда я считаю что Путин совершил большую работу в том смысле что он повышал деньги на нефть и газ искусственно это было не природный путь например война в Сирии в Сирии добывали нефть в Сирии нефтепровод из Кувейта там или Ирака я точно не знаю но в общем там нефтепровод идет в Средиземное море и что бы этого не было что делается небольшая гражданская война которая разбивается полностью город Алеппо многие украинцы я в том числе желаем россиянам жить как в Алеппо вот разбомбили Алеппо это не мы это не мы значит кругом не мы а кто там был кто если бы не мы то там вас бы вообще не было в Крыму не мы значит в Алеппо не мы в Ливии не мы в этом в Венесуэле не мы а где вы где вы и в России не вы а кто тогда ну в общем в Ливии очень большие запасы нефти и там гражданская война и какой друг приезжал в Москву в шапке ушанки Хавтар великий друг московского народа или путинского или рублевского скорее всего так вот на подкупы на взятки центральная африканская республика там тоже вот алмазы там еще что то такое там войны в этом скорее всего что война в Сомали тоже была придумана Путиным вполне возможно все эти так называемые гражданские войны они все были искусственного происхождения этот центр всех этих войн находится именно в Москве потому что Москва это столица терроризма а русский мир террористическая организация и вы там начнете нет русский мир они за русскую культуру там Пушкин там Тургенев еще что то такое Пушкин Пушкин ваш рабо владелец и рабо торговец его сверхнуть памятники нужно только за это я читал Пушкина у меня вот такая вот это полное собрание сочинений есть я читал Пушкин не всего не всего там несколько произведений довольно редких ну скажем так он не очень хорошо писал мне больше нравились не проза его а стихотворения детские но не суть суть в том что Арина Родионовна это его какие какие там звали я уже не помню ну в общем работница она нам в школе рассказывали вот она была из свободного казацкого рода и славянское у нее имя Арина Ярина по-украински по-российски допустим Арина это славянское имя Родион ну отличное славянское имя и вдруг она является крепостной бац и все как свободный человек может стать крепостным ну ладно там у нее был легкий труд там еще что-то такое она много знала сказок она много знала рассказов она всяких историй знала почему потому что она была свободной и вдруг ее цепляют какому-то там придурку малолетнему который только по-французски умеешь проехать если бы не эта женщина не знал бы он этого всего не написал бы он этих сказок не написал бы этих рассказов свалил бы себе на родину родной языке во французский свалил бы себе во Францию жил бы там ну или в Италии вот такие вот дела граждане россияне 23 года правления Путина прямого правления без всяких там разных то он еще кто-то там то он то он заместитель то он еще что-то там и что как началось правление Путина рязанский сахар коротко и ясно ну скажем так СВО закончится СВО как и все что что имеет начало имеет свой конец и закончится оно именно подписанием независимости Кремлевской народной республики от Московской народной республики возможно это и шутка возможно ничего такого не произойдет я не знаю но я считаю что так будет справедливо независимость должна быть у всех даже в принудительном порядке особенно у страны которая не может нормально разделить свои огромные ресурсы когда-то когда День России это 12 вот сейчас 12 июня а Украина День независимости 24 августа почему так почему 24 августа почему вот потому что Россия вышла из СССР первой на всех кинула забрала все все что было во всем мире себе посольства посольства школы заграничные для посольских детей и тех кто там работает все суда транспортные все ну в общем все что было за границей РФ забрала себе в том числе забрала место место в ООН место СССР ну не знаю насколько это было справедливо но я считаю что с таким огромным стартовым капиталом вот стартовала РФ раньше всех 12 июня и так жить как сейчас РФ то есть допустим куча алкоголиков что-то они побираются пьют стекломой ну вот представьте себе вот человек получает там несколько миллиардов не сразу допустим в течение там нескольких лет получает вот допустим минимум возьмем 6 миллиардов долларов США да он упьется он убьется все но как как это будет выглядеть он купит самый дорогой шотландский виски выставлены там в общем там невероятные как за невероятную сумму купит он нальет в свою золотую ванну ляжет в нее лицом вниз и упьется ну или еще каким-то путем допустим самые дорогие вина какие только есть во всем мире купит и упьется чтобы вообще перестать думать и вот так вот в таком вот состоянии быть ну ладно человек сделал выбор алкоголик это как свинья которая всегда найдет свою яму свою грязную лужу и вываляется в ней обязательно поэтому ну конечно надо конечно как-то помочь или еще что-то такое но если человек этого не хочет как ты этого заставишь никак будет пить стекломой будет пить боярышник всякую там ерунду брагу какую-то бормотуху или еще что-нибудь такое что угодно но хоть даже не знаю ну что еще можно пить ну вот допустим в Советском Союзе пили бензин бензин пили ну блин подумать с чем его пить это ж такая гадость ну там керосин еще пили ну такая то есть пить можно в принципе что угодно только если это ну этого хочется точно так же и всех остальных там курение там чего запрещать ну человек хочет курить он накуриться хочет и все и забыться и упасть на дно колодца чтобы там утонуть ну в общем потратить деньги можно было где угодно но опять же эти деньги все были куда потрачены разворованы на взятки на всякие перевороты то есть это все вот это достояние которое сейчас есть в РФ оно все идет красной полосой вашего флага наверно пока все поздравляю поздравляю всех граждан РФ с этим знаменитым праздником знаменательным и желаю чтобы он был последний Арсений Селезню с Украины пока пока он 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 Продолжение следует...